С утра молоко супер. Можно вообще женщинам, особенно для поддержания гормональных функций, можно молоко смешивать с топлёным маслом, чтобы лучше переваривалось. Подогревать и пить. Или в холодном виде, но тогда без топлёного масла есть. Можно, допустим, прикуску с мёдом. Но опять с мёдом будет опять мёд перевариваться тоже, если молоко чуть-чуть подогреть. Кушать через сколько времени? Женщинам вообще лучше кушать чаще. Большинство женщин лучше кушать несколько раз в день. После молока? После молока где-то через 2 часа, через 1,5. Но молоко ведь можно пить не обязательно с 7 до 9. Вообще, если говорить о молоке, его лучше пить до 7 утра. Пока солнце не перешло в эту линию, которую мы начертили, да, с 7 утра, молоко переваривается очень сильно. Оно переваривается по цветам луны, поэтому в 6 утра можно молочко попить. Так как женщина не ест, а перекусывает, поэтому ей можно чуть-чуть молочка попить, полстаканчика, потом покушать через уже 8 часа, завтрак будет. У женщины очень беспокойный ум, ей надо перекусывать. По чуть-чуть перекусывать иногда. Конфетку там съела. Это нормально для женщин. Мужчинам не надо перекусывать, мужчинам надо жрать. Иначе у них психика ненормальная работа. Но есть мужчины, у которых пищеварение тоже слабое. Таким мужчинам тоже надо как бы кушать несколько раз в день, но обед самый сильный должен, самая сильная пища в обед. Вы знаете, есть разные школы, много чего считается. Например, в Аюрведе предлагают есть мундау утром в Аюрведе. Это мундау это самое мягкое зерно. Оно лучше всего переваривается. Поэтому иногда, ну часто аюрведические врачи советуют есть мундау по утрам. Я не советую. Я проводил исследование в этом бане, видел, что людей грузят. Понимаете, не проблема переварить. Мундау можно переварить с утра. Проблема в работе психики и в работе над собой. Понимаете, моя диета предназначена для самосовершенствования. То, что я вам даю, это идеальный способ развиваться. Если вы не будете зерновую пищу с утра есть, у вас психика будет все запоминать, будет хорошо молиться, будет работать над собой, будет применение. И это будет помогать самосовершенствованию. Но если вам надо просто хорошо кушать, то, допустим, мундау с утра, он дает силы, дает возможность действовать как-то. Но опять же, с утра, смотря во сколько, допустим, ближе к 10-11 часам, уже солнце пошло вверх, зерно какое-то уже начинает перевариться. Особенно, если у мужчин тяжелый физический труд. Но это не способствует самосовершенствованию. Попробуйте поесть хлебушек с утра, и потом начать изучать, что у вас психика будет тяжелой, тупой. Я это тысячу раз проверял на своих студентов, на моих знакомых, на всех, кто так питается. Попробуйте поесть хлебушек с утра, и увидите, что мозги не соображают на лекции. Это очевидно. Это очевидно, ближе. Вам хлеб раздают с утра, нет? По желанию. Ну вот кто ест, поднимите руку. Кто ест хлеб с утра. Мозги соображают, нет? Нет. Тогда не бросайте. Отпа. Подпоздать. Поистине. Да? Сыр, творог и сливки на завтрак. Что? Сыр, творог и сливки на завтрак. Вот смотрите, на завтрак сыр, творог, сливки и сливки. Из этих 3 продуктов самый лучший это сыр на завтрак. Если не хватает белковой пищи, сыр на завтрак это супер. Он и переваривается хорошо, и дает силы, и пищеварение улучшает. Творог это холодный продукт. Творог вообще не всем можно кушать вообще в принципе. Понимаете? Творог хорошо назвал как тем, у кого очень много огня пищеварения, горячим людям. И бывает у человека очень сильная луна в гороскопе. Это значит, что у него хорошая память, сильное мышление, ум напряженный, хороший сон. Это значит, что творог ему подходит, творог лунный продукт. Таким людям с утра хорошо кушает творог. Оно охлаждает пищеварение и спокойствие дает силы. Духовая пища дает возможность трудиться, активным быть и так далее. И сливки это продукт, который всем с утра подходит хуже, чем сын, но женщинам подходит лучше. Потому что сливки это основной гормональный продукт для женщин. Для женщин есть два основных гормональных продукта, которые дают возможность гормоны женские стимулировать. Это сливки. Первый такой продукт сливки. То есть, особенно молодым девушкам, которым надо рожать, надо сливки кушать пол-трамы, подает улучшение гормональной функции. Сливки это первый такой продукт. И второй продукт это то сладкое, что вам нравится, но не мучное. Шоколад это не сладкое. Это от мамы. Шоколад это горький продукт. Горько сладкий вкус не улучшает гормоны. Гормоны женские улучшают именно сладкий вкус. Я вам предлагаю фруктовые сладости различные. Финики, курага, инжир. Есть много сладких продуктов. И если говорить о сладком, то не бойтесь сахара, женщины, не бойтесь сахара. В целом есть три вида сахара. Запомните. Одним людям подходит свекольный сахар. Им не вредно. Другим подходит... И всегда один из трех вам будет подходить только сахаром. Другим людям подходит пальмовый сахар. Так называемый бур из пальмового сахара. И третьим людям подходит красниковый сахар. Вот мне, допустим, подходит свекольный сахар. Мне лично. Но есть люди, которым подходит. Свекольный не подходит. И вот тогда этот человек свекольный сахар в сладости есть, у него начинается разруха. С гормональной функцией, поджелудочной железой. Он толстеет, разбухает. Вот. Это признак того, что ему сахар не подходит просто свекольный. Надо поменять вид сахара. Понимаете? Это не сложно. Сейчас продается во всей сети торговой. Продает темный, черного вида такой сахар. И чатами пишется, что это красниковый. Но написано, сахар для чая, но он черный. Смотрите, там где-то написано, что красниковый. Мерку методов. Теперь можно это найти. Да? А как определить сахар? Очень просто определить. Допустим, покушал какой-то сахар и мозги поплыли. Значит, не подходит. Сахар, который не подходит, он делает жар. Не нужный жар в теле. И сильное эмоциональное перенапряжение. Человек нервничает, ругаться и начинает. И особенно вечером с молоком, допустим, сахар, который подходит, смешал, попил, утром встал хорошо. А если смешал с молоком сахар, который не подходит, то рот заложен, слизь во рту, язык там белый весь. Ну то есть молоко не перевалилось. Сыр. Сыр. Сыр подходит. Сливки тоже. Это не то, что мужчина сыр. Сливки начал пить по утрам. Женская энергия нужна любому мужчине. Она его успокаивает. Женщину женская энергия приводит в состояние активности, то есть гормоны активизируются, она становится красивой. У нее глаза бриллианты, фельд карата. Вот это энергия женская. Она увеличивается от женских продуктов, от сливок и так далее. А мужчинам успокаивают эти продукты, они тоже мужчинам нужны. Но если мужчина будет от них сливки есть, ясно, что в какой-то момент у них грудь начинает. Бывает такое тоже. Да? А хэроф может добавить сливки? Хэроф, вы понимаете, вот хэроф горький вкус, да, такой. Запомните, горькая пища находится в невежестве вся. Но она нужна для здоровья. Допустим, горчицу желтую мы едим для того, чтобы поддержать иммунитет. Черный плед для того, чтобы трудности жизни переносить. Хэроф тоже горький вкус. И он нужен для чего? Вот в городах таких, знаете, тяжелых, как Москва. Я увидел, да. Вы когда держите руку, меня это затормаживает. Это прицепление, скажите. Хэроф. В городах тяжелых, знаете, наступило, грусть, что ж пойду, пройдусь. Мне делить место. Но только энергия шоколада, понимаете? Шоколада первого, допустим, цикорий или жженый. Ячмень. Все это, вот эта вся энергия горького вкуса, вот такого. Эта энергия такой грусти и безысходности. И когда человек живет в таком городе грустно, ему как-то, например, не надо переваривать. Он попивает кофеек там. Но из всех вот этих вот продуктов кофе недопустимо. Кофе это наркотик, это недопустимый продукт. Там есть кофеин. Это наркотическое средство. Чай недопустимый. Там есть кофеин, еще и ЛСД. Остается цикорий, террор, ячменный напиток. Вот это то, что если вам этот колький вкус нужен, вы в крестнике, тогда, значит, вот это все и пьем. Женщины, они часто такие скорпиадут, у них мечта, надо мечтать. Это шоколад, какао. Ну, какао как-то нормально. У нас нет кофеина. Поэтому, ну, это не благостный продукт. Понимаете? Да. А что вы учитываете? Да. Весь количественный сад, он крашеный. Когда стакан с голодой водой, вода тенеет, сад остается белым. Ну, вот я вот покупаю, у нас тростниковый, я вижу. Там написано, тростниковый сад. Да? Да. Ага. Да тоже, я ходил по Джайпуру, искал натуральные кораллы у продавцов за так. А потом, когда приехал, Джаганат по пуле это искал. Потом Джайпур приехал к своим продавцам, он мне первое правило сказал. Запомни, мой дорогой дух, за дешево хорошую вещь не купишь. Ха-ха-ха-ха. Ну, ладно, это нормально, да? А кульпоза на, лучше чем сахар, а для тоже не виртуально. Не виртуально. С утра помимо печки Сага есть какой продукт Я не знаю Пшенка Пшенка Овсянка Овсянка Зерно Зерно Хлеб 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 Мозги стекают в живот Понимаете, дело в том, что зерновая пища созревает по цвету солнца И такая же солнечная энергия нужна для мышления Когда человек ест продукт, зерно, оно очень связано с деятельностью человека Вообще, допустим, монархи меньше зерен должны есть, потому что они не трудятся Они просто молятся Понимаете, не нужно зерно 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 человеку нужно для того, чтобы тяготы жизни преодолевать И поэтому зерно переваривается так же трудно, как и потом дает такую сильную напряженную энергию для защиты человека от психических перегрузок Но утро – это легкое время, это время для молитвы, медитации Туда не нужна такая защитная энергия слишком, понимаете, утрение времени Но если человек пашет, как и шаг, он там мешки бросает Я бы ему рекомендовал с утра также есть зерновую пищу Если он с утра рано утром работать начинает, тяжелый физический труд Иначе зерно ему с утра нужно Он поел и это все у него переварилось с помощью мышечной энергии Но если мы говорим о духовном самосовершенствовании Тогда хлеб уже поел, лекция – до свидания с утра Утренняя лекция – до свидания Нет, конечно, ты счастье получишь, будешь сидеть Но если тебя спросят, что на лекции было, то я не знаю, но лекция хорошая Семечки – это не зерна, это тоже под солнцем Можно семечки есть, это орех И тут можно есть у крана, все вещи А лисы Это зерна А вы видели, как лисы растут? Колоси 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 означает зерны Понятно? А есть еще бобовые стручки такие Но тоже нельзя есть все Скажите, что крана разрушается, когда здесь перетирали А там, допустим, в блендере можно размешать Как льна, льна, чьиа или бунжу Измельчить его Она не разрушается, она уменьшается А, уменьшается Да Вы фанатично все еще воспринимаете? То есть Планы уменьшаются, иногда человеку надо много фран есть, иногда мало Если семена свежая поесть, может быть понос А если вы измельчены, то поноса уже не будет Понимаете? У всех по-разному То есть реакция организма по-разному Все, закончим вопрос, я буду очень активно Я смотрю Все Движемся вперед Смотрите, если раннее утрое время предназначено для молитвы и медитации То с восьми где-то до десяти это время предназначено для запоминания Солнце еще не сильное, ум работает хорошо Можно учить, допустим, какие-то, какие-то возвышенные произведения, там, стихи Как я учусь, утра шлоки, то есть это санскритские такие разные высказывания Вот Для запоминания и для глубокого понимания материала С восьми часов утра до десяти утра в предназначенном время Также в это время можно делать упражнения какие-то Можно бегать курсой, можно делать юг на яму Это время также предназначено для восстановления здоровья Можно сочетать Позанимался умственно полчаса, потом минут двадцать зарядка Потом опять полчаса умственно опять зарядка Вот такое сочетание, оно самым лучшим вариантом развития человека И лучше всего такие занятия проводить на свежий воздух Для умственной работы и физической нужно свежий воздух Поэтому организуйте для себя, как я, например, с утра хожу туда-сюда хожу, чтобы что-то изучать Мне хорошо в движении это делать Кто-то сидит хорошо, но тоже хорошо, если поточку какая-то открыть Надо больше свежего воздуха для изучения, для физических нагрузок В целом, есть такие труды, есть такие диссертации, которые доказывают, что если не хватает свежего воздуха в жизни человека, то сокращается его продолжительность жизни Всегда нужно стараться в порядке в помещении, всегда надо больше свежего воздуха Но в целом, женщины мёрзнут, а мужчины и мужчинам жарко Поэтому в архиве всегда проблема, насколько открывать форточку Женщины всегда закрывают форточку, а мужчины всегда открывают лучше Иногда бывает наоборот, но редко bedroom ναiche я, то есть vegetarian вопрос А вот воздух загрязненный, да? ну бывает когда очень загрязнённый, но всё равно, вы без воздуха же не обойдётесь бывает загрязнённым? бывает без воздуха какой лучше, загрязнённый или без воздуха? согласанной я вас спрашиваю девч aspect какой воздух лучше? загрязнённый или нет воздуха? ну просто, воздух Может, если вам нужен кислород же, и вы в доме заперлись, у вас нет кислорода, как вы будете жить? Открываешь, ну вот, что-то надо выбирать, значит, вы мотаете и снова кузнец. Есть фильтры, какие есть установки для кислорода? Да, фильтры есть, всякие установки. Ладно, все, вы отвлекаетесь опять. Значит, запомнили, да, свежий воздух и изучение нужно? С 10 до 12 нужно уже заниматься деятельностью, которой больше активности мыслительной, но меньше запоминаний и усвоений. Например, можно что-то изучать, допустим, для учебы, или можно планировать день, можно в это время уже заниматься каким-то менеджментом, что-то планировать для себя. Ну, как-то это уже время предназначенное для такой более поверхностной и умственной деятельности. Можно изучать что-то в интернет, копаться, статистику изучать и так далее. Учиться в целом в это время можно тоже, но уже тяжелее. Если у вас время работает, значит время работает. Мы это не выбираем. В целом, если у человека рабочий день начинается где-то не раньше, чем с 11 утра, с 10, с 11, и заканчивается не позже, чем 6-7 часов вечера, это значит, что у человека очень хорошая карма. У нас, допустим, в клинике мы работаем в основном, все работают с часу, с двух, заканчивают где-то часов в 7 вечера. А утреннее время предназначено для духовной жизни у нас. Утром молимся, читаем священные писания, изучаем. Но так как вы живете не в нашей клинике, поэтому вам невозможно организовать жизнь так, как вы хотите. Я вам сейчас благостную организацию жизни сказал. В основном люди живут в страсте. Страсть означает с утра работать, вечером как бы отдыхать. Но есть еще невежество. Это когда человек работает с утра до вечера, то у них страсть, это невежество. А еще больше невежество, когда человек работает ночью. Если у вас такая ситуация в жизни и ничего не меняете, просто больше изучаете духовного, молитесь, и постепенно ваше сознание размыслится, и Бог вам даст работу в правильное время, когда вы будете развиваться. Обедать нужно где-то самое лучшее с одиннадцати до часу. Самое лучшее в нашем клинике. А лучше всего обедать? Вообще везде обедать лучше в это время. Мы знаем, что в некоторых странах даже в обеденное время вообще никто не работает, все закрывается, все просто кушают, отдыхают. То есть в это время предназначено для обеда. Понимаете? Как надо обедать? Я вам рекомендую вот в нашей местности средние полоса такое как бы расположение блюд. Сначала надо что-то сладкое. Иногда люди пьют напиток сладкий, когда у них сильное пищеварение. Иногда они какую-то сладость едают, когда слабы перед едой. Ну, в целом, начинается со сладкого куса и заканчивается сладким вкусом. Сладкий вкус, благостный. Ну, то есть я рекомендую вам пить немножко напитков какого-то сладкого перед едой чуть-чуть. И потом дальше можно есть пищу, которая активизирует кишечник, но которая, ну, как бы... Ну, то, что гасит пищеварение, нельзя есть в конце. В нашем климате салаты гасят пищеварение. Но они активизируют пищеварение, кишечник. То есть они активность повышают, но огня меньше. Поэтому самое первое, что лучше слить, это салат. Немножко салата. Потом дальше надо выбирать или суп, или гарниры. Ну, как у нас вот овощи тушёные, рис, каша какая-то. Это следующим слоем идёт. Если у человека слабое пищеварение, он сначала ест суп, чтобы активизировать пищеварение. Суп предназначен для активизации пищеварения. Если суп состоит из одной моркови, это не суп, а компот. Супа не должно быть слишком много сладкого вкуса. Суп – это специи, вода и какие-то зёрна там могут быть. Зёрна тоже активизируют пищеварение, если они в супе в небольшом количестве. А соль может быть в супе, допустим, что-то зерновое. Там же специи, активные, острые специи нужны в супе. Соль нужна в супе. Соль не является вредным продуктом. В целом, людям нужно разное количество соли. Чем больше человек напряжён в жизни, чем больше ему надо концентрироваться внимания, тем больше ему надо есть соли. Чем меньше напряжён человек, меньше концентрироваться внимания, где меньше надо есть соли. Но соль всегда естся только в обед. Запомните, ни утром, ни вечером соль до свидания. Солёная пища должна быть только в обед. Утром приобладает сладкий вкус. Можно чуть-чуть кислого с утра. Утром кисло-сладкий вкус. В обед все шесть вкусов. Сладкий, самый благостный. В следующий вкус. После – кислого – кислый вкус. Кирпкий, да, потом после кислого – кирпкий… Нет, после сладкого – сразу идут кирпкий, потом кислый. Потом следующий вкус. Утром, кстати, AI� – кислый и сладкий. Бр Sam. Кирпкий – кислый и сладкий. Можно есть. Кирпкий, вяжущий, по-другому. Сладкий, самый благостный вкус. В пище всегда должен быть сладкий вкус, утром, вечером и днём. всегда сладкий вкус улучшает благость, делает пищу благостной, развивает сознание, дает человеку хороший характер. Алкоголики как питают? Водка слабая, где обладает горький вкус и соленый, самый невежественный вкус, горький, кислый и соленый, сладкого нет вообще. Водка это горький вкус, сладкий, водка думает сладкий, чистая водка, русский перегар, чистая водка горький вкус, но если человек постоянно пьет, она ему уже кажется сладкой. Понятно, что чтобы смягчить этот горький вкус, добавляют сладкого вкуса много, но это уже как бы... Ну вообще как бы, ну любая пища спиртовая это крайне невежественная пища, но спирт это крайне невежественная пища. Спирт возникает в результате того, что пухают бактерии. Пороче сказать, бактерии пухают, возникает спирт. А шампанские вина там, понимаете, шампанское как делают, оно в темноте делается, и в темноте бактерии пухают, возникает спирт. Но потом резко как бы шампанские вина покрывают, светом дают. И бактерии, они как бы жиры в темноте. Они когда свет, они пугаются и вообще умирают. Когда они умирают, они в последний раз очень сильно пухают. Получается хороший такой газированный такой шампанское с газом. Потому что они уже пухают, когда умирают не с пинтом, а просто газом. Вот это шампанское вина. Шампанское вина. Шампанское вина с газом. Почему? Потому что когда бактерии нормально живут, то есть не парят. Они просто писают и капают спиртом. Получается спирт. Но когда бактерии свет получают в дозу страшную, они в это время пухают газом. Получается шампанское вина. Понятная система? Это благостная пища, да? Бактерии. Понимаете, есть молочнокислые бактерии. Есть бактерии, которые создаются в результате разложения благостных продуктов. Так как молоко самый благостный продукт на земле, то молочные бактерии тоже пухают и тоже есть пир. Но кефир, там есть немножко спирта. Это не алкогольный напиток. Он влагостный, это хороший напиток. Он не портит здоровье. Там чуть-чуть спирта есть. И у нас в крови в целом чуть-чуть спирта тоже есть. Есть определенная доза спирта у нас в крови, которая является физиологической. Она обрабатывается нунами в организме внутри. У нас тоже есть бактерии. Внутри они просто кровь и спирт дают. Это нормально. В кефире там полпроцента спирта. Это нормально. Кефир, конечно, да, может. Это нормально. В этом нет проблем. Квас, там же нет спирта, да? Есть. Есть. Это же самые бактерии. Это же самые бактерии. Дрожь точно так же. Это дрожжи. Дрожжи. А дрожжи это вообще страшная вещь. Дрожжи страшная вещь. Они... Чем пахнут дрожжи? Как определить, благостный человек или нет? Если пахнет сладко, значит благостный. Дрожжи по нему эти чем пахнут? Плесенью. Не плесенью. Они пахнут гэ. Пахнут гэ, дрожжи. Причем гэ, когда плохо переварилось, вот это дрожжи. Запад дрожжи. Когда плохо переварилось, не ухажешь потом. Запад дрожжи, здесь так же пахнут. По-моему, это все хлеб. Да? Благостный фрукт. Не надо дрожжи. Ну, правильно. А вечером? А? А вечером? Ну, давайте двигаться потихоньку, да? А безалкогольное шампанское? Ну, допустим, вы, может быть, мужчине не говорите, когда с ним встречаться. Вот. Когда рожать будем? Ну, раз встречаемся, потом женимся. Потом начинаем, потом рожаем. Все постепенно. Понимаете? У нас на лице так же тоже. Мы сейчас говорим об обвине. Вот. В обвине все шесть вкусов. Понимаете? Должны быть присутствовать все шесть вкусов. Они все нужны человеку. Сладкий вкус развивает человека, дает ему спокойствие, умиротворение и счастье. Кепкий вкус дает активность человеку, способность победать, ждать трудности, дает силу аскетизма. Кислый вкус дает возможность прощать, расслабляться, снимать напряжение. Дальше... Какой это вкус? Острый вкус. Дальше идет... Острый вкус. Острый вкус дает активность, эмоциональность. Вот артистам они играют очень эмоционально. Им нужна острый вкус для этого есть. Острый вкус дает эмоциональность. Есть и нации, чисто даже нации, очень эмоциональные. Я говорю, ты не будешь первым, как я тебе сказал. Я тебя просто залываю. Ну, эмоциональные, восточные люди, очень эмоциональные. Им надо много острова, поэтому восточная кухня в острове, потому что там люди национальны очень активны. Теперь люди, наоборот, спокойные. Они ничего не брали, просто резко и всё. Поэтому, как кажется, в Сирии не надо много острова есть, а те люди, которые в восточном климате, им надо больше остро пищи. Остра пища нужна для эмоций. В целом, чем солнечнее климат, тем больше нужно острой пищи и физиологически. Я когда жил в Москве, я вообще перец наду не переносил. А сейчас в Краснодарском крае пожил. Три года нужно, чтобы полностью пищеварение перестроилось на новый климат. Три года пожил, и мне уже хочется имбирь есть летом. Хочется добавлять иногда паприку в пищу, когда готовлю. Потому что больше солнца, более солнечный климат. А те, кто в Индии живут, даже русские, они лопают там уже в Чили. Им хочется ещё острее пищу уже. Это зависит от климата. Так, острый вкус для эмоций. Солёный вкус для концентрации. Это когда напряжённый, тяжёлый труд. Концентрация нужна умственная. Именно напряжение умственное. Человек должен есть больше соли. Вкусы, они нужны для того, чтобы ум содержать в каком-то состоянии. Сладкий вкус делает ум благостным. Дерпкий вкус эстетичным. Кислый вкус сострадательным, снисходительным. Острый вкус делает ум эмоциональным, активным. Дальше солёный вкус делает ум концентрированным, напряжённым, способным трудиться. И горький вкус, он предназначен для того, чтобы снимать с себя активность. Он, это вкус пассивности. Не активности, а пассивности. Когда человек в депрессии находится, ему нельзя есть горькое. Это одна из рекомендаций депрессирующих людей. Депрессия означает, что человек делать ничего не хочет, только мечтает и думает. Значит депрессия, он депрессия. А если он и думать уже не может, значит ещё больше депрессии. Если он мечтать уже не может, спать не может, ещё больше депрессии. Солёного, это значит, что просто перенапряжены. Это не депрессия, это перенапряжение. Депрессия означает, грудь в тоска меня снидает, мне жена при шерках. Это депрессия. Кушайте сладко больше, кушайте, активно жить, стараться общаться с благостными людьми, которые не в действии находятся. У нас выскольки лекции должны быть? Одинадцатую, да? Значит, итак, мы с вами сегодня остановились на обеде. Давайте его закончим. Сначала сладкое, потом дальше салат, потом дальше или суп, или тушеные овощи с кашей. И последним, чем мы заканчиваем кушать, это сладкое. Можно чуть-чуть тортика, можно чуть-чуть, вот говорят, когда торты есть. В конце обеда тортика чуть-чуть можно есть. Понятно, да? Вот такая последовательность. Чай в процессе подслащённый, чай мы не пьём, мы пьём подслащённый напиток. Травы какие-то мы пьём, можно пить травы. В целом, в закумнике, если говорить о травах, то есть травы, которые называются как чай, то есть эти травы снимают напряжение психическое. Такими травами являются мята, допустим, шиповник, то есть мы их называем чайами. Они улучшают умственную деятельность, снимают психическое напряжение, оптимизируют память, успокаивают человека и дают возможность ему успокоить психику. То есть они улучшают работоспособность и успокаивают человека, это чаи. К таким растениям относятся шиповник, суданская роза, мята, мелиса, картамон, фенкель, корица, водьян, Могут быть чаями, можно чай делать с ними, чипрец, липовый цвет. К таким растениям также относятся шапрам, кизилу, анис. Это все чаи. Если мы из сухофруктов что-то варим, это называется компот. Он тонизирует человека, активизирует в деятельности также компот, но в отличие от чьих, не так сильно расслабляет психику. Он больше тонизирует действие. А есть еще травы, предназначенные для лечения, не для тонизирования психики. А это все остальные травы, ромашки всякие, душицы, зверобои, это все ничьи. Их не надо пить постоянно, это лечебные вещи. Чай, то что мы пьем постоянно после обеда, это те травы, которые я перечислил. Туда же тархун, туда же тархун относится. Имбирь, иван, чай. Имбирь я бы туда не относил. Это острый напиток, предназначенный для победы над простудой и для иммунитета. И он предназначен для разжигания пищеварения. Понимаете, имбирь сжигает пищеварение. Вот это не чисто классический чайный, ну, чайная специя. Смородина, лист смородины это чай. Лист смородины, лист малины это чай. А? Смородина. 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 То есть мы говорим чай не как растение чая, а как напиток, который делает определенные функции. То есть он расслабляет нервную систему и тонизирует умственную деятельность. Чай в порту вообще считается, что требуется для опитации, для опыта. Да, есть такие практики, есть такие практики по кастанейде, допустим. Есть религия в невежестве. Чай в буддизме. Да, в буддизме есть такие практики, когда на поморщиках нажрался, пошел в медитацию заменить. Я против этого. Чай содержит себе кофеин, поэтому я не считаю, что это речь, которую надо использовать при медитации. Понимаете, он дает психотеличество на полностью, потому что в чае есть ЛСД. И поэтому ЛСД многие хиппи используют для того, чтобы входить в другую реальность. Открою вам по секрету, что вся эта другая реальность, когда пьется ЛСД, связана с духами. Когда есть наркотическое средство присутствует, человек может в тонкий мир начать видеть, но там только духи. Там ангелов не будет. Понимаете? То есть в том, как реальность видна хорошо и правильно, когда человек совершает маникул и пользуется благостными растениями, а не невежественными. Эти все грибы, когда пьют и психотерические, пьют ЛСД, который в чай находят. И ЛСД не в зеленом чае, а в ферментированном. А в зеленом чае есть только кофеин. Кофеин – это тоже наркотик слабого действия. Он предназначен для контакта с духами, а не с Божественными силами. И некоторые люди, которые контактируют с духами, называют это духовной практикой. Это последователь Кастанеды. Я вам не советую этим заниматься. Это не духовная практика. Это практика, которая приводит человека к психушке. Кастанеды сам не закончил жизнь, как он писал, как заканчивают видящее. Он просто закончил жизнь от эмпарта. Он никуда не уходил, никуда не переходил. Просто эмпарта и свидание. Поэтому не надо верить в это все. Это не помогает в жизни. Да? Прохолодка? 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 Прохолодка. Прохолодка? Прохолодка? Прохолодка. Это скорее крова лечебная, чем чай. Она обладает большой силой. В принципе ее можно пить как чай, но опасно долго, потому что она очень сильно тонизирует. Она может перетонизировать и сон наружится. Как пожарить печку? Я уже перечислял. Итак, движемся дальше. Мы закончили обед, да? Дневное время предназначено для работы. Все виды труда умственное, физическое, психическое, все это предназначено для дневного времени. Вечер предназначен для семьи. И в семье лучше всего вечер проводить за духовными беседами. Это самый лучший способ восстанавливать семью. Некоторые спрашивают, как сделать так, чтобы между нами отношения возродились. У людей часто не бывают отношения в семье. Они живут долгое время и как бы замыливаются отношениями. Они много негатива накапливают. Для того, чтобы восстанавливать отношения восстанавливались, это не бла-бла помогает. Некоторые думают, надо побольше разговаривать друг с другом, общаться. Боль от этих разговоров скрывается еще больше. И еще хуже становится. Для того, чтобы восстанавливать отношения в семье, надо вместе читать Библию, вместе читать жизнь святых людей и обсуждать это все. Когда вы это делаете, то вы душевные качества близкого человека начинаете видеть, и у вас разрождаются отношения. Вы видите душу в близком человеке. И отношения становятся все сплаще и глубже с близким человеком. Мне жена, например, когда я ложусь спать, она садится и читает священные писания, какие-то истории. Я слушаю ее голос. Пока у меня есть силы, я отреклю потом раз и сила. И для меня она поставляет светлое, чистое чувство. Когда она читает священное писание, у меня светлое чувство остается. Надо попробовать ее. Мы с ней также, когда она готовит, я прихожу, сажусь, и какой-то штиф из санскрейской писания священной. Она готовит, а я читаю какой-то стих, она его учит в это время. Так мы общаемся над духовно с ней, в духовной беседе. Это помогает улучшать отношения сильно. Самый эффективный способ улучшать отношения. А бла-бла не помогает. Люди начинают о чем-то хорошем говорить, потом к больной, что-то запетое, и пошли дальше о больном. Заканчиваешь все скандалом. Когда отношения сильно хорошие, заканчиваешь все скандалом. А если мы говорим о духовной теме, до свидания, обсуждения. Мы не обсуждаем, мы ничего, говорим только о Боге, о святых людях и все. Отношения улучшаются. Я обещал отвечать на ваш вопрос. Ребенок в 11 лет, мальчик, ест сахар, чай, по 5 ложек. Какой чай пить? Чем заменить чай? Я вам сказал, пить чисто, чем заменить. В целом вы должны знать, что дети растут. И поэтому им больше всего нужен сладкий вкус жизни. Если вы детям не будете давать сладкий вкус, то есть продукты, которые обладают сладким вкусом. Это молоко, сахар, сладости вообще в целом. Дальше хлеб, мучное и картошка. Это продукты, которые улучшают рост. А также кукуруза, эти кукурузные чипсы. То есть зерновая пища, зерна тоже дают рост ребенку. Поэтому ребенку только это хочется кушать. Ему не хочется с вами вместе есть какой-нибудь, допустим, суп там, или еще что-то острое, кислое, какие-то приправы, подливы. Ему это не надо, понимаете? Ему нужен крем, сахар, молоко, чипсы. Сухой также сухой вкус нужен. Сухие продукты нужно есть. Поэтому это детское питание, понимаете? Если вы забыли, что это вам надо было, вы уже выросли, это не значит, что ребенку это не надо. Не надо у ребенка отменять эту пищу. И так как ребенок находится под ряде Луны, а не Солнца, поэтому ребенку можно зерно есть с утра до вечера, без проблем, до 12 лет, до полового заслевания. Да? Скажите пожалуйста, можно ли я поститься на кефире? На кефире поститься можно, если запор. на кефире попастился и потом... Открыл он самолет, почему-то поехал. Так, можно организовать... Да, для очищения организма кефире. Для очищения организма. Я вам серийный пост расскажу во мне. Это будет отдельная тема. Можно организовать на этом фестивале сменарк по готовке еды. Ну, будем думать, да. Этого не хватает. У нас все есть, какая то есть. Нам еще раз питание понравилось? Очень. Паста? Да. Очень интересно наши... Какие именно продукты используют повара при приготовлении... Какие пропорции? Хочется долго кушать, да? Да. Главное... Вы сейчас не поверите в то, что я скажу, но я вам все равно скажу. Главное это молитва во время еды и чистота мыслей и того помещения, в котором готовят. Наши повара два дня сначала отмывали всю эту кухню с навозом, прежде чем готовить такую пищу. И они молятся постоянно. Наша пища освещается. И очень высокие стандарты чистоты в уме. Такая пища, она становится нектарной потом. Вы тоже самое приготовите дома, потому что рецепт такого нектара не будет уже, понимаете? Но вообще, если вы хотите рецепты, у нас есть вегетарианские вкусняшки и сайт. Там вот так вот рецептов заваливаются. Также у нас есть раздел «Университет» такой. В разделе «Университет» есть раздел «Альбеда». И там есть раздел «Питание». На Альбедрадио «Университет питания» в архивах. Там столько рецептов, столько лекций по питанию. Вы за год не перестали. Еще у нас есть видеораздел. Там тоже целый огромный раздел. Готовим там без мяса и так далее. Там очень много всяких видеоматериалов можно готовить по видео тоже. Как готовится хлеб на этом фестивале? Вообще, вся еда очень вкусная. Очень интересно, как именно ее приготовить? Дети, да, вчера готовы? Как понять, какую природу я имею? Если одну ночь в ней холодно, а в другую жарко. Значит, и женщина. То же самое днем. Мне один день жарко, в другой холодно. А бывает, что в один день ночь прокладно, то жарко. Я женщина. Женщина, она непредсказуемая. То жарко, то холодно. То это надо, то да. Особенно, когда она беременная. Это страшно. Поэтому много анекдотов есть. Он говорит, да, я говорю, купи мне вот этот продукт. Ну нет, ты сам ешь, я этого не хочу. Телеты купи. Вот. Почему? Потому что беременная женщина, у нее переключение идет. Ребенок хочет одного, а она другого. И она не понимает. Ей надо в супермаркет пойти на продукты все посмотреть. И понять, что ей сейчас надо кушать. Что ей понравится. То ей не поменялось, то нравится. Понимаете? Ей надо, как ребенок, у нее другой аппетит. Другое чувство вкуса. Поэтому ей надо пойти на продукты посмотреть. И так будет строиться ее питание. Когда она будет скакать. То это то то. Когда она не сформировала свое представление о том, что ей кушать надо. То в результате она метается. То она хочет кушать то, что раньше ей подходило. То и хочет кушать то, что сейчас ей хочется. Надо сходить посмотреть на пищу и решить, что ты хочешь сейчас кушать. Записать это все. Это будет твое питание. Работает на сто процентов. Никакой диетолог вам лучше не поможет. Что хочется, то и кушайте. Но хочется именно сейчас. А не то, что вы привыкли есть до этого. Что касается женщин вообще. То они все имеют холодную природу. Да, да. У них обычно они меркнут. Купаются они слишком рано в море. То есть им тяжело переносить солнце. Тяжелее холод. Всем женщинам. Такова проблема. Вот записка. Будьте здоровы. Счастья, здоровья, любви. Это служение. Человек мне написал это. Он от меня ничего не узнал. Но он получает милость Бога в результате. Вот он пишет такие вещи. От меня ничего не узнает. Но он получает милость Бога. А Бог ему даст больше. Но это не значит, что все записки мне только такие. Сейчас надо. Метеоризм. В чем проблема? Эта проблема связана с тем, что кишечник имеет слабую энергетику. Их движение в нем ослаблено. При этом надо больше кушать кисломолочного и сырого. Сырой кисломолочной пищей уменьшается. Нет? Как предрасположенность. Дети из пробивки. Ваше мнение. Мое мнение. Если человек не может зачать ребенка простым способом, значит надо использовать все остальное. Ребенок родился, как бы он не родился. Если вы его воспитываете духовно, он становится духовным. Неизвестно, что лучше дети из пробивки или пьяным угарят. В целом, как бы дети из пробивки менее эмоциональные, менее чувствительные будут и больше будут тяжелее привыкать к этому миру. Дети, которые через кесовое сечение родились, они будут менее болевыми, им трудно будет препятствовать преодолевать жизнь. Но не имеет значения, какой по судьбе положен ребенок, и слава Богу. Понятно? Не думайте о плохом, думайте больше о хорошем. Родился ребенок, и слава Богу. Кормят вкусно, и слава Богу. Лапши нет, ничего страшного. Вот так надо мыслить, понимаете? Понимаете, так же невозможно жить. Кушаем все классно, блин, лапши нет. Ну лапши нет, ну лапши нет, не все, ну лапши нет. Только лапша, только лапшой. Потом лапша, лапшу получим. Блин, ну нету в этих грибов. Мы все это не делаем. Грибов не могу уже. И так далее. Понимаете, это же бред. Мне один человек записку написал. Олег Геннадьевич, если я спар вожусь, мне хочется пройтись. Если я иду, мне хочется кушать. Когда кушаю, хочется подушь. Чего мне делать? У меня сразу в сердце возникло, говорю, это сказать, удавиться. Человек должен терпеть чуть-чуть, понимаете? У него невозможно все сразу. Олег Геннадьевич, когда я все слушаю, мне хочется подвигаться. Когда я хочу лекцию, когда я вас слушаю, хочу макароны. Олег Геннадьевич. Все, надо застрелиться только. Жизнь невозможна. А добра добра не ищет. Когда сколовы поют, хочу Олесю послушать. Когда Олеся поет, хочется Ярослава Хриманова. Нет счастья, значит, счастье заканчивается. Для того, чтобы счастье было, нужно немножко оскезать в сердце. Надо принять то, что Бог дает. Это называется оскез. Принять. У меня есть такая жена, хочу друг друга. Применю. Нужно немножко оскезать. Чуть-чуть оскезать. Принять то, что Бог дал. Как жить таким человеком? Таким человеком. Таким человеком. Таким человеком. Хорошо потом это жить как человеком. Только не шум. Нужно. Все, что в таком желании? Смечательно. Все в таком желании? Поактивизированности, естественно. Писели прямо. Продолжение следует...